Особое мнение на 101FM Всех девчонок на их и всех, кто нас слушает Всех женщин, которых я безумно Всех вас люблю, поздравляю с 8 марта С наступлением весны Желаю вам всего самого лучшего и много-много любви Спасибо Но ты даже нарушил традицию ради этого поздравления Я не стал говорить про приятный аппетит Тем более, что думаю, сейчас очень многие наши слушатели Как раз уже, собственно говоря, отмечают Совершенно верно, спасибо Начинаем нашу программу И я бы хотела начать с истории Со Светланой Чарушиной Которой буквально недавно, совершенно на днях Два дня назад Заявила о том, что приняла решение Сменить сферу деятельности Светлана Чарушина, начальник УФНС Федеральной налоговой службы По Кировской области Как ты отреагировал На это ее заявление? Мало того, что она сказала, что Она уходит с поста начальника Управления Федеральной налоговой службы По Кировской области Она еще и приняла решение сменить вообще сферу деятельности Правда, не раскрыла Чем будет заниматься? Там есть интересный момент То есть человек принимает решение Сменить сферу деятельности А потом, когда говорят, где же она будет работать конкретно Она говорит, есть несколько предложений Я еще не выбрала Но я бы хотел, Свет, начать эту историю Немножко с другого Вот недавно у нас тоже такая прошла информация Что один из наших великих инвестпроектов Будет закрыт Это Киров Лес В связи с тем, что этот проект По результатам суда над Никитой Юрьевичем Белым Белых был как бы признан неэффективным Получилось так Что он был неэффективен Никита Юрьевич его покрывал Судя по решению суда А так как Никиты Юрьевича больше нет Проект совершенно пришлось назвать На этом же суде, насколько ты знаешь Поступала свидетелем и Светлана Геннадьевича Рушина И как бы общая линия Это обвинения шла в том Что способствуя вот этому неэффективному проекту Никита Юрьевич в том числе задействовал Нашу налоговую инспекцию Которая якобы перестала внимательно за ними следить После того, как определенная сумма Была получена нашим губернатором Ты помнишь материалы этого дела? Отозвали инвестпроект Отозвали Светлана Геннадьевича Рушина Потому что если верить этому решению Которая пока еще не вступила в силу Тем не менее получается так Что она в этой истории замешана Она съездила в Москву на коллегию И вернулась с радостным известием Что решила сменить вид деятельности Только не знаю на какой Но была история еще, если уж говорить о Кировлеся Что проект был инвестиционный Этот создан еще до Никиты Юрьевича Белых И уже тогда он был неэффективным Может быть Я сейчас не хочу как бы немножко обсуждать эту тему Я просто хочу сказать, что Ты связываешь все-таки Да, неожиданная отставка нашего руководителя УФНС Она связана не с тем, что она с кем-то в Кирове Она не смогла найти общий язык И не нужно было искать общий язык ни с кем в Кирове на самом деле Потому что если вспомнить опять же Очень такую красивую фразу нашего губернатора Которого? Да, нынешнего действующего Нынешнего действующего губернатора У нас уже нет другого У нас только нынешний действующий избранный Что бизнес надо щипать как курицу Чтобы она визжала, но не умирала То в принципе я тут не зависела от Конкретного руководителя налоговой инспекции Если кто-то думает, что со сменой руководителя Как-то изменится позиция налоговой инспекции Это заблуждение Это просто смена, связанная с тем Что вот это вот эхо дела Никиты Юрьевича Оно как бы затронуло очень многих людей В том числе и Светлана Геннадьевна Но история Это твое значимое предположение Мое предположение, безусловно История связана с Киров лесом А есть другое предположение Что история связана все-таки с активной деятельностью Нынешнего правительства В связи с множеством жалопредставителей бизнеса И ярким здесь примером является Выступление Человек, который возглавляет предприятие Чапецк нефтепродукт Сергей Киселев Который сказал, что Наша налоговая служба Буквально задушила его бизнес В связи с чем он вынужден Будет уйти в другой регион Очень эмоциональное и категоричное Выступление Ни однажды, ни один раз он это заявлял И с действиями по попытке Усадить за круглый стол бизнесменов И налоговую службу Которую предпринимало правительство С подачи Чурина и Васильева В прошлом году Что закончилась вот такой историей Что эта глава уходит Мы имеем ввиду Светлану Чарушину А придет другой человек Денис Мехов называет такую фамилию Он знакомый кировчанам Он работал в Кирове Да, а теперь он работает в Мариэл И ожидает, что Мариэл, насколько я понимаю И ожидает, что он в процессе вот такой ротации Придет к нам Ты уже сказал Ты там мой вопрос предвидел И я тебя хотела спросить Что изменится с приходом нового человека Что ожидают такие люди Как господин Киселев Который говорит, что невозможно было Никак с налоговой службой взаимодействовать Что 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 новый глава будет какой-то более договороспособный А как у нас раньше обстояли дела До того, как Светлана Чарушина занимала этот пост С налоговой можно было Каким образом договариваться Дело в том, что договариваться с налоговой Вот в понимании У меня есть проблема, давайте договоримся Давайте, да я приеду и мы поговорим В принципе никогда было нельзя Речь шла о том, что Есть определенные требования Которые налоговая должна исполнять А вот конкретный список этих требований Он зависит от момента, условно говоря То есть федеральная структура То есть Москва всякий раз немножко ориентирует Обратите внимание на то, обратите внимание на другое Стало мало денег в казне Значит обратите еще на это, на это и на это То есть помнишь, когда одно за другим вошло Там сначала стали бороться с дроблением бизнеса Потом с возмещением НДС Потом там еще с чем-то То есть вот эти вот вещи Они шли на всей площадке нашей России Дело в том, что, конечно Движение контора очень крупное Организация очень крупная И, скажем, потерять такого налогоплательщика Для области было бы неприятно Но дело в том, что далеко не первый налогоплательщик Крупный, который из области ушел И они уходили не только вот в последний год А вообще последние где-то, может быть, лет 10 Это уход происходит И как бы отлично Светлана Геннадьевна здесь ничего не зависит Просто она вынуждена исполнять требования Федерального центра А они унифицированы для всех территорий Условно говоря, для Татарстана и для Кирова Но где богатый Татарстан и где бедный Киров Где крупный бизнес вот уровня татарстанского И где, извините, наш, который там чуть жив Именно из-за того, что регион сам по себе не развит Поэтому думать о том, что какой-то более договороспособный человек Что-то изменит, нет Тем более, что если брать, опять же, последние годы Вот как бы пока была Светлана Геннадьевна власти То есть она очень активно занималась диалогом с бизнесом И, скажем, какого-то рода вот такие общие вопросы Там на площадках и торгово-промышленной палаты, по-моему, были вещи На площадках администрации районных проходили какие-то вещи По-моему, общественная даже палата в этом участвовала Диалог выстраивался И очень многие люди как бы вот нашли взаимопонимание То есть они поняли правила игры, скажем так По которым сейчас работает налоговая Больше там ничего предложить не может Она может только сделать эти правила прозрачными Почему именно и когда именно и что ждать Сделать какие-то удобные варианты решения Каких-то проблем, которые возникают Очень много это было сделано То есть говорить так, что она вообще была Не договороспособна или там не шла на диалог Нельзя, этот диалог развивался, он шел Другое дело, что, вероятно, у крупных компаний Есть свои проблемы Но которые, я полагаю, просто уже нельзя решить На региональном уровне И смена руководителя им вряд ли поможет Вряд ли поможет Но хотя, опять же, моральное удовлетворение можно получить Я вот сказал и убрали Ага, то есть господин Киселев победил Между тем, очередной раз заявляет Глава нашего региона Или очередной глава, как мне кажется Нашего региона в очередной раз Заявляет, что власти намерены создать Комфортные условия для бизнеса Вот буквально это было вчера Игорь Владимирович Васильев заявил Что нужно создать такие условия Чтобы в Кировской области было комфортно работать В рамках правового поля И что регион взял курс на наращивание Инвестиционного потенциала Для этого важно обеспечить баланс Интересов бизнеса И региона Баланс Да Упростить получение господдержки Частных инвесторов Если они являются добросовестными налогоплательщиками Вот когда такие заявления следуют Что за ними стоит вообще И чего нам ожидать Как правило, эти заявления Являются следствием определенной Сложившейся ситуации Условно говоря, сейчас область Так как она попала под программу Реструктуризации долгов Обязана наращивать свой налоговый потенциал Налоговый Не инвестиционный Нет, налоговый Налоговый потенциал нельзя нарастить Не развивая бизнес Потому что это, собственно говоря Главный поставщик налогов Бизнес, опять-таки, невозможно Двинуть вперед Не привлекая инвесторов Потому что инвестиции Это всегда шаг в будущее Нет инвестиций Нет шага в будущее Соответственно, когда мы берем Обязательство о том Что наши собственные доходы Должны расти С опережающим темпом По отношению к инфляции Мы должны, соответственно, говорить Что? Мы должны повышать Инвестиционную привлекательность Нашего региона Мы просто должны это сказать Мы должны это сделать Нет, сказать и сделать Разные вещи Я имею в виду Дело в том, что У многих наших чиновников Перепутались вот эти вещи Когда они говорят Мы сказали и мы сделали Для них это одно и то Вот сейчас мы разберемся В этом вопросе Еще некоторое время Посвятим все-таки Этой истории Потому что Столько, на мой взгляд Разноречивых заявлений С одной стороны Что налоговые Не надо кошмарить С другой стороны Давайте работайте В правовом поле Мы какие-то вам Я не знаю Что придумаем Для бизнеса Чтобы вы развивались С третьей стороны Чурин здесь В этой студии говорил Что Первый зампред Говорил, что Надо бы налоговые Обратить внимание На мелкий бизнес И микробизнес Потому что Вот там вся тень И там налоги Давайте поищем И так далее И над всем этим Большая шапка Которая, как мне кажется Каждый месяц звучит Ну вот постоянно Мы будем развивать Инвестиционный потенциал Все-таки Как в этом всем разобраться Через полминуты Обсудим Итак Игорь Васильев заявил Что нужно создать Такие условия Чтобы в Кировской области Было комфортно Работать в рамках Правового поля И что регион взял Курс на наращивание Инвестиционного потенциала У меня есть ощущение Что я эту тему Чуть не каждый день Слышу На протяжении Многих-многих лет И даже десятилетий А вот этот Инвестиционный потенциал Все никак не наращивается Более того Он у нас как-то Наровит снижаться Правда в этом году Вот в 2017 году Мы с плюсом вышли По инвестициям В основной капитал Итоговой таблички За год я пока еще не видел Но там если брать Предыдущие годы То есть ту базу То есть мы еще пока Не вышли на уровень Может быть трехлетней давности Это совершенно точно Дело в том Что о том Что нужно наращивать Извини инвестиционный потенциал Прости я так скажу Насколько я помню Первым так широкоформатно Заявила еще во время Губернаторства Шаклейна Заявил его заместитель Владимир Лебедев И по-моему даже тогда Была создана Программа наша Такая первая Оригинальная Ну известная Какой-то форум Даже прошел Вот Я еще тогда Помнится в этой программе Разбирался Никак не мог понять Понимаешь Чтобы инвесторы Шли в область Им нужно создать Комфортные условия То есть главное Чтобы их никто Не кошмарил Главное Чтобы их проблемы Решались администрациями Да Главное Чтобы на них Не накладывали Дополнительных обременений Потому что они пришли Они уже вложили В область деньги А у нас же как Я же говорю Обычная история Приезжает инвестор В райцентр Ему говорят Отлично Хорошо Мы очень рады Что вы у нас будете Размещать свое предприятие Ну вот у нас еще Клупово надо отремонтировать Вот дорогу надо еще Отремонтировать У нас тут еще праздники Такие надо вот туда Все это сделать Инвесторы пожимают плечами И тут соседняя область Таких случаев было Очень много За вот эти вот Как раз ты говоришь Десятилетия Ну если брать Николай Иванович Когда у нас в третьем году Пришел правитель В четвертом Ну да Полтора десятка лет Вот эти вещи идут И все упирается в то Что приезжает в область Инвестор Но его воспринимают Не как человека Который идет за деньгами А как корову Которую надо еще и подоить То есть все полагают Что то что он вкладывает Этого мало Он должен что-то еще Дать поверх того Вот этого я не понимаю Кто же пойдет На таких условиях И это у нас до сих пор Никуда не делось То есть все почему-то считают Что если инвестор Заходит в область Это мы ему такое благо Большое делаем Да что мы его пускаем к себе Вот мы эту фирму сюда пустили Пусть работают На самом деле Это они везут сюда Свои деньги И эти деньги Потом если вспомнить Там основы экономики Они удваиваются Утраиваются Уходят в оборот И так далее То есть у тебя есть ощущение Что это только декларация Безусловно Это очередная декларация О намерениях Потому что если взять Вот наши программы По повышению инвестиционного потенциала И просто по пунктам посмотреть То реальные пункты Там только проведение Симпозиумов Форумов Семинаров Разъяснения Какие-то там Встречи и так далее То есть вещи Которые ничего не меняют Это разговоры Разговоры и бумаги Вот мы написали программу Мы отчитались Кстати По реализации Ни одной из этих программ Я документов не видел Хотя Там иногда Иногда задаются Определенные Как бы Итоговые Ну Желаемые результаты Но как-то вот К моменту завершения программы Принимается новая А про старую Автоматически забывается А если брать просто по цифрам Усколом Насколько я следил за этим Вот пока выходила Газета И я значит Занимался этим В регулярном режиме То прогнозные цифры Не достигались никогда Вот по объему инвестиций Особенности Пересчитывать Душь населения Что понятно было Не достигались никогда Даже когда был рост Рост был все равно Не такой Как хотелось бы То есть Не верю То есть дело не в том Что не верю Но мы не в театре Верю-не верю Мы это все уже проходили Это очередная декларация А делать надо другое Делать надо на самом деле Так чтобы изменилось Отношение В том числе у них У власти К инвесторам Чтобы они радовались Каждому Кто с рублем К нам пришел Каждому Не только там К каким-то крупным Каким-то близким К телу И так далее Понимаешь Любому человеку К нам приходят с рублем Надо радоваться А у нас ведь как говорят Что надо еще По мелкому бизнесу Пройти Там пошерстить К нам и мелкие инвесторы Не пойдут Это Чурин говорит Ну неважно Понимаешь К нам и мелкие не пойдут Хотя по идее Вот если брать районные центры На окраинах Там очень много Именно инвесторов Которые Некрупные инвесторы Они приезжают Открывают какое-то небольшое производство Сами они из Вологды Предположим Где они в Лузе Открывают производство Они не крупные инвесторы Они даже условно говоря В условиях районного бюджета Не делают Какого-то огромного плюса Но они создают рабочие места Хотя бы уже в этом Они создают занятость Они все равно Какие-то отчисления А как ты считаешь А мы давай их будем Сейчас ребята Приезжайте к нам Только мы решили Маленький бизнес пошерстить У меня вопрос тебе По этой теме все-таки Как ты считаешь От чего это зависит Инвестиционная привлекательность региона И чтобы это было Чтобы такие заявления Что мы будем повышать Были не заявлениями А превращались В какую-то реальную инвестиционную политику Это зависит все-таки От персон От тех людей Которые входят в состав правительства Или это зависит От какой-то федеральной повестки От какого-то законодательства От распределения налоговой базы В итоге собранной в федерации От чего? Если бы это зависело от федералов То у нас не было опыта Таких, скажем так, регионов Где активно Приезжают целые фабрики Машины собирают Все что угодно Понимаешь? Едут люди в такой же точный регион Как наш Более того Наш, если брать с точки зрения Как бы логистики Транспортной Суперудобный регион На транс себе Пожалуйста Все Со всех сторон С востока С запада Мы доступны Даже вон Яропорт То есть это что ты хочешь сказать Что правительство получается Безусловно Каждое правительство Работает на себя Понимаешь? Белгородская область Ничем сильно от нас не отличается Да? Условно Калужская область Ничем сильно от нас не отличается Нашему правительству Уже полтора года Как они себя проявили? Ну понимаешь Дело в том Что у нас новое правительство Уже успело поменяться За это время После первого года Очень сильно поменялось Ну кое-кто остался Вот господин Кочеткот Который занимается промышленностью Он ведь остался Ну возможно Он просто входил в курс дела Промышленность серьезная Почему нет? Может быть он входил в курс дела Все-таки может быть Это не декларация Какая-то Знаешь Всегда хочется в это верить К вопросу о вере Хочется верить В 2003 году хотелось верить И в 2012 И в 2018 Хочется верить Но когда начинаешь читать То что предполагается сделать Когда начинаешь слышать То что вокруг этого Ведь даже оговорка эта Что в соответствии Чтобы совместить интересы бизнеса И налогообложения условно Надо все-таки выбрать Ребята мы что хотим Конкретно То есть мы хотим Чтобы к нам пришел бизнес И работал здесь Чтобы у нас было Не три предприятия На области крупных А чтобы у нас было Их там 103 предприятия Ну вот мы можем Сколько угодно Здесь с тобой об этом рассуждать Но к сожалению Позвать ответственного чиновника В эту студию И расспросить Что они имеют ввиду Мы не можем Потому что вот как раз Ведомство Которое мы уже упомянули Ни разу Ни разу За полтора года Не согласилось Прийти и рассказать О своих планах Оно бы просто Рассказало бы Вот эту программу Снабдило бы Каждый пункт Пояснением Все это делается грамотно Но дело в том Что за этим Никогда нет реальной работы А об этом Мне не могут сказать Потому что Они собственно говоря Иногда и не знают Ясно У нас есть несколько минут Чтобы сказать Про вновь Вышедшую в свет Особую газету Которую ты уже упомянул 408 номер 1 марта Вышел в свет О чем это нам говорит? Возобновила ли свою работу Газета? Что как бы я не планировал Восстановление этой газеты Мы столкнулись Мы с такой проблемой Я и круг Скажем так Определенного бизнеса Что информационный рынок Ложился так Что сейчас на бумаге Практически Независимых изданий Не осталось То есть все работают Либо в составе Каких-то корпораций Холдингов Холдингов Да Холдингового типа Где много очень интересантов Которые заинтересованы Сомсубдержание Было определенного рода Либо Не работая в холдинг Имеют сразу Целую группу учредителей Которые поддерживают Мага Штука сейчас дорогая В России А востребованность Этой услуги есть И сложилось это с тем Что мы как бы исследовали Рынок Посмотрели кто что может То что не может Немножко изменились Владельцу издания И так далее Оказалось так Что проще Начать снова выпуск Своей газеты Чем пользоваться услугами Того что осталось На этом рынке Я не думал Что это начнется в марте Я планировал Что это будет гораздо позже Но получилось так Что есть запрос Есть темы у бизнеса В том числе За которые он готов платить Но он хотел бы это видеть На бумаге Поэтому вот мы сейчас Выпустили 408 номер Он же первый за этот год После праздника Выпустим уже 409 То есть второй за этот год То есть возникла Просто потребность Вот Если это будет продолжаться Тогда наверное стоит Уже будет говорить О полноценном возобновлении Именно выпуска газеты Как она есть Как распространяется она сейчас Пока Видишь как бы она распространяется В зависимости от тех задач Которые Каждый отдельный номер имеет Да условно говоря Там если первый номер у нас Был ориентирован на Лусский район Условно говоря То значит туда она и уехала Вот Второй номер был в Кирове Она бесплатно распространяется Или в продажу ушла Раньше она продавалась у тебя Она очень недолго продавалась Если напоминать Потому что нас очень довольно быстро Выгнали из торговли С нашей особой газетой Мы рассказывали об этом Да мы рассказывали об этом Поэтому как бы Нет в данном случае Сразу вот это распространение Входит в общую стоимость проекта Вот я еще раз говорю Что пока это вот Я всякий раз пишу Ограниченные тиражи То есть они не для широкого распространения Не решают конкретные задачи Которые есть перед бизнесом Если эта востребованность Будет продолжаться То придется на самом деле Уже думать о том Что возобновлять В полноценном виде Вот издание такой газеты Так продолжаем разговор И вот спасибо тебе Что ты подбросил эту тему Я честно говоря Как-то упустила ее из виду Единая Россия Предлагает создать По всей стране Программу региональных брендов Которые помогут Идентифицировать Субъекты федерации Среди остальных И поспособствовать Их развитию Это кстати касается Нашей предыдущей темы Насчет инвестиционной привлекательности В том числе О чем речь идет Нет речь идет о том Что Просто раз Единая Россия Предлагает проект Он явно будет иметь Какую-то еще финансовую поддержку Безусловно Речь идет о создании Некой госпрограммы Единой госпрограммы То есть безусловно Эта госпрограмма Она предполагает финансирование Иначе бы никто Активно так и не проталкивало А уже Как бы в защиту того Ну в необходимости Этой программы Убеждает И председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко И Борис Грызлов Уже выступил по этому поводу И известный кировчаном Андрей Хазин Активно очень выступил Что эта программа необходима Что это позволит нам Как бы Ну они в общем-то И правильно говорят Что можно любить Одну большую Россию Она как бы имеет Свои определенные бренды Но ведь она состоит Это федеративная страна Состоящая из очень Многого числа территорий О том что это брендирование Необходимо Как бы и на Вятке По-моему уже довольно давно Все это поняли Да Вот А в этом году Сколько мероприятий уже прошло Я думаю не только Это происходит в Кировской области Но получается так Что у каких-то регионов Что-то получается У каких-то что-то нет Возможно иногда Когда это упирается В отсутствие финансов Опять тех же Потому что на проведение мероприятий Очень много На что Требуются деньги А их нет Вот именно на развитие А без бренда Сама понимаешь Без узнаваемости региона Это одна из вещей Инвесторы провелись Довольно сложно Потому что он должен Отчетливо понимать Что то место В которое он едет Оно как бы будет Удобно для его партнеров В том числе Чтобы они недолго думали Да Куда я попал Зачем я попал И так далее И это было место Как говорят в торговле Проходное Чтобы здесь была Активно развивалась Какая-то торговля Что-то еще Чтобы были деньги В этом регионе Чтобы был покупательный Спрос какой-то Обеспеченный Поэтому в этом плане Брендирование Безусловно очень полезно И я почему Эту тему тебе предложил Потому что Вот Давыдов индекс Такое есть Средство массовой информации Которое освещает Вопрос региональной политики Обратились ко мне Вот как раз С вопросом Потому что Хазин Ссылался на пример Из Кировской области Да Давай я даже процитирую Он сказал Ну вот Да О чем речь То есть Раз он говорит Официальное лицо Он представляет позицию И продвигает этот проект Очевидно ведь Что Единая Россия Продвинет этот проект Или у тебя сомнений У меня нет сомнений И за ними последуют деньги Я так понимаю Еще раз И деньги последуют обязательно Федеральные 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 Он говорит Что почти в каждом Субъекте федерации Историческом мини-регионе И даже населенном пункте Есть точки Которые никого Не оставят равнодушными И так далее Он привел в пример Кировской области Ну он же был сенатором От нашей области Что известно Большинству людей о Кирове Говорит он В лучшем случае Что там делают Дымковскую игрушку А между тем Там третье На мой взгляд После третьяковки Русского музея По значимости Собраний русской живописи Выдающаяся коллекция Дюрера Великорецкий крестный ход Самый большой в России То есть он практически Обозначил Чем наш регион Но это в культурологическом смысле В культурологическом смысле Да Но здесь вот тоже Хотелось бы еще сказать Дело в том Что бренд должен быть Очень емким Коротким Уникальным Потому что да Третьяковка Мы больше ничего не говорим Просто Третьяковка Эрмитаж Эрмитаж Кировский областной Художественный музей Имени братьев Воснецовых Это уже долго Должен быть Очень что-то емкое У нас пока этого нет Воснецовка К Воснецовка Третьяковка Подожди Этого нет пока Сейчас мы поговорим С тобой о бренде И продолжим этот разговор Соответственно Как у нас очень много Областных художественных музеев И пока дойдешь До последнего слова Чтобы понять О чем идет речь Мы теряем время Теряем энергию Это уже не бренд Тут надо придумывать Что-то другое Понимаешь Что-то вот Он говорит Насчет дымковской игрушки Да Ведь исторически Сложилось так Что да Вот эта дымковская игрушка Но почему у нас Она не развивается Почему у нас Извини Мастерицы Обеспечивающие бренд области Очень небогаты Ну и самый главный вопрос Почему у нас разделена Слобода дымкова Родоначальник этого бренда Это же нужно место У него дымкова И извини Где работают наши мастерицы Совсем с другой стороны реки И то есть Вот полноценным брендом Чтобы приехали люди Посмотреть Вот именно ради того Чтобы посмотреть Не на дома раскрашенные Под дымку А именно к мастерицам В историческую обстановку Этого у нас к сожалению нет Поэтому даже по этому бренду Надо еще очень поработать Прервем сейчас на полторы минуты И все-таки Хочу от тебя услышать ответ Зачем вообще Единая Россия Сейчас подняла этот вопрос Какие деньги Собирается освоить Меня интересует именно это Потому что про бренды Действительно ты прав Мы говорим нон-стоп И в этом эфире И на разных конференциях Вопрос про деньги Особое мнение На 101FM Особое мнение Николая Голикова Главного редактора Журнала «Товар. Денеги. Товары» Вятская особая газета И вы сегодня слушаете У микрофона работает Светлана Занько Единая Россия Предлагает запустить Программу Государственную программу Создания региональных брендов Ее целесообразности Николай Голиков Сейчас Как раз и говорит Но меня интересуют Все-таки Вот эти истории Про деньги Потому что Про брендирование Про позиционирование Вот это вот все Понимаешь Нет подожди Когда есть программа Безопасной качественной дороги Результат понятен Он как бы Налицо Как сползает потихоньку Это лицо Мы видим каждую весну Когда мы говорим О программе федеральной По благоустройству Городской среды Тоже все понятно Сегодня еще раз Я про нее рассказываю Когда мы говорим Про программу Создания региональных брендов И государственную Под которую пойдут деньги Результат Работы этой программы Как мы будем оценивать Дело в чем Почему Я думаю Почему вдруг Этот вопрос встал Я прочитав Речь Андрея Хазина Ведь смотри Он вскользь упоминает Наш художественный музей Крестный ход А потом он переходит К чему К Вятским полянам К герою Кавалеру Восьми Георгиевских крестов Бабушкину Когда он переходит На другие вещи Он уходит В милитаристскую тему То есть наши бренды Должны стать Брендами связанными С военно-патриотическим Воспитанием Я думаю Что по результатам Этой программы Так как ведь Она будет финансировать Финансироваться А тот кто платит Тот заказывает музыку Приоритет скорее всего Будет отдаваться Брендам связанным С нашей военной историей Понимаешь А у нас Слава богу Ну или не слава богу В Кирове Очень много что связано Если наш город Вспомни Всю жизнь работал на оборонку Будучи закрытым Про Киров говорим Не про Вятку Ну и про область Кировскую тоже У нас очень много Предприятий связанных С комплексом Вятские поляны Тот же завод молот Тот же шпагин И так далее То есть Вероятнее всего Это связано с тем Что в свете Изменившейся Такой немножко Внешне политической ситуации Такой все больше Изолированности России Нам потребуются Определенные Вот такие военно-патриотические Бренды И чтоб в каждом регионе Он был Поэтому это госпрограмма И поэтому Уже Валентина Матвиенко Говорит что Каждый сенатор Должен для своего региона Продумать Сенатор для региона Не регион Для себя Не регион для себя Почему когда мне попросили Высказать свое мнение Я высказался Что я очень этим Немножко У меня сложное отношение Потому что Во-первых Программа предполагает Некую реализацию Некие сроки реализации Некие условия реализации И когда такого рода вещи проходят И они не связаны С конкретными предметами А связаны с чем-то С идеями С образами С топонимами И так далее С топонимами Бог с ним Не важно как это говорить С чем-то с таким Нематериальным связаны То это вызывает Такую понятную реакцию Это пропагандистская история Да Что мы Сделаем Проведем Почитаемся Скажем Вот провели конференцию Решили брендом Кировской области Вот могила вот этого Великого нашего бабушкина Я очень уважаю человека Который столько получил Георгийский наград Но дело в том Что я боюсь Что нас никого не спросят И для инвесторов Которые будут интересоваться областью Это ни о чем не скажет Потому что опять-таки Очень долго объяснять Вот почему меня вызвало сомнение Вот эта необходимость Единой государственной программы При том что Брендировать регион Безусловно нужно Часть пропагандистской истории Да Я думаю что это часть Почему именно сейчас это возникло Что нужно вот создавать Вот эти вот Именно военно-патриотические У тебя это вызывает Энтузиазм или грусть Это у меня вызывает грусть Потому что опять же Если говорить о дымковской игрушке Она в этот список точно не попадает Ну да Дымковскую разве что с автоматом делать Так Поехали по городским нашим темам Пройдемся Ой Столько новостных поводов Дает городская администрация Нынче Наверное Такого активного новостного фона Не было никогда Мне кажется Такого любопытного Противоречивого Сказал бы не было никогда Активная город администрация У нас всегда Я бы тебе даже Предложила выбрать Любимую новость Которую можно было бы сейчас Обсудить Потому что каждый день Они возникают Но хочется сконцентрироваться На истории с торговым центром Баска Как ты вот к этой дискуссии Которая в городе Развернулась Цветовое решение Торгового центра Баска Сам относишься И Как ты относишься К заявлениям Главы администрации Ильи Шульгина По поводу Градсовета Который надо бы Сначала он сказал Разогнать А потом Сказал мягче Все-таки Переформатировать Его работу Градостроительный совет Безусловно Должен работать И работать активно И вот Вопросы связанные С какими-то Может быть Крупными объектами Да Даже если Не находятся В частной собственности По большому счету Конечно желательно Согласовывать Скажем так Ну с Ротиктурными Специалистами Да Специалистами По городской среде По ландшафту И так далее Сейчас это никак Нигде не зафиксировано Таких требований Вроде как нет Градсовет работает Насколько я понимаю По отзывам людей Которые когда-либо В нем состояли Или сталкивались Работает довольно-таки Формально И заточен на решение Вопросов определенных Бизнес-структур Большей частью То есть Каких-то строительных Крупных компаний Которые через него Проводят свои Эти вот Извините за выражение Сооружения Большие Большие Благодаря которым Сейчас вот Школа где учится Мой сын висит Большой строительный кран Мне всегда каждый раз Подходя к школе Просто ужасаюсь Потому что он Прямо над школой Я не знаю Вот здесь бы лучше Градостроительный совет Подошел Посмотрел Причем каждый раз В одном корпусе Сначала в одном Потом сейчас в другом Еще больше кран Он сколько строит В смысле кран Он висает прямо на школу А что касается Вот именно Истории с Баском Мне кажется Раз у нас это все Никаким образом На уровне Городских Нормативных актов Не закреплено То надо исходить С того Это частная собственность Это частная собственность Это мой огород Что хочу в нем То и сажу Что не запрещено То разрешено Запрещений никаких нет И в данном случае Я как бы Не то что Мне нравится То что предлагают Ребята с Баска Но я считаю Что это их право Ну и как бы Еще себя успокаиваю К тому что Это все таки район Скажем Не центральный Да Одно дело В центре города Воскнуть 23 этажа здания Которые не вписываются Вообще никуда Или прудом Повесить огромную гостиницу То есть где есть Некие определенные Сложившиеся контуры Да Условно говоря Это пруд нашу диорамы Или это площадь Куда помнишь Хотели поставить Аж целое колесо Обозрения И вроде Тоже совет Не возражал И даже аукцион провели Вот Когда вот Уродуются Какие-то сложившиеся Вот участки Наши архитектурные Я категорически против Здесь это промзона Бывшая наша Да Там же промзона Она находится Ну Я понимаю Что это не окраина Конечно Но это Не историческая Такая местность И вполне возможно Что Если так вот Все это сделать Походить Привыкнуть А может быть И классно будет Чертова знает По крайней мере Это интересно Понимаешь Это не серо Не скучно И Разгонять из этого Горсовета Я бы точно не стал Надо просто навести порядок В бумагах Определить порядок Как это все делается Да У нас ведь Муниципальное здание Когда там красят Никто же не спрашивает Окружающий мир Как покрасить Как муниципалитет Решил Потому что он собственник Так он их и красит Ну а ты как человек Который живет в этом городе Хотел бы Чтобы спросили Конечно Любой из нас По-моему Из Кировчан Хотел бы Чтобы вот Когда речь идет На самом Каких-то больших объектах Во-первых У нас спросили Появляться этому объекту На этом месте или нет Во-вторых Как он будет выглядеть И не очень торопиться Я понимаю Что все торопятся Да Но если люди Там перед тем Как начать стройку Три года Ходят с согласованиями То ребят Еще три месяца Дайте общественности Высказаться Особенно Когда речь идет Именно Вот я говорю Что о каких-то Сложившихся уже В уголках вятки Где ну скажем Ну как-то ваше здание Может быть Сомнительно выглядит Давайте обсудим Это вместе 13 марта Уже стало известно Да До 13 марта Запланировано Открытие детского Космического центра На который приедет Министр культуры Российской федерации Владимир Мединский И при этом Конечно Прекрасное Торжественное Такое событие Во-первых Во-первых Кстати Вот это ведь Очень хорошо Мы говорили С тобой о брендировании Вот Киров Циолковский Савиных То есть Есть целая линия Связывающая город Киров С космосом С самого начала До Савиазовной Савиазовной Безусловно Безусловно Это предмет гордости И СССР И России Там как бы сейчас Не складывалась ситуация Все-таки Ну мы все понимаем Что космос Это мы космическая держава Я так сейчас Чтобы на меня там Не возмущались Я не имею ввиду Связь с Великой Отечественной Войной А с войной В принципе Как явлением Жизни человеческой Тем более В данном случае Он говорил как раз О войне Изображения Первой мировой Японской Вообще русской Японской Дело не в этом Вот Поэтому как бы Вот сам факт того Что у нас построили Космический центр Это здорово Понимаешь И там вот эта сложившаяся вещь Там музей рядом Там и бюст Савиных И как-то вот это все Это все должно быть хорошо И слава богу И то что приезжает Мединский Ну как бы я к нему не относился Это здорово Это человек статусный Это фигура Это должность Ну вот это был призыв Ильи Шульгина На прошлой неделе На рабочей группе С общественниками Сформулировать предложение А что собственно попросить Какой запрос культурный Да Отправить Мединскому Что-то для города Кирова Попросить Вот ты бы что попросил Ну вот Светлана Мы опять же сегодня уже говорили Музеем имени братьев Роснецовых Мы видим что историческая часть здания Ремонтируется медленно В это время новая уже Часть здания постепенно Извини за выражение Разрушается Мраморные плиты падают Мраморные плиты падают И вот когда мы говорим о том Что где-то должен быть Или бренд Или что такое Место сил Или все что угодно Это великий музей Изумительный музей Но ребята давайте приведем его в порядок Вот сначала и до конца Вот я бы с этим обратился к Мединскому Потому что здание в центре города И здание на самом деле И здание уникальное И собрание уникальное И ясно что за свои деньги Нам это не поднять Поэтому я бы обратился с просьбой Выделить целевым назначением На ремонт И исторического здания Чтобы его закончить И чтобы за это время новое Окончательно разрушилось На деньги На ремонт нашего художественного музея Вот моя была бы такая просьба Ну еще одна история Она связана с Чуть не сказала Физкультурной командой С командой Хоккейной командой Родина Которая выиграла единственный матч В последней игре Группового этапа чемпионата России По хоккею с мячом Среди команд суперлиги В сети обсуждается вопрос Не связан ли этот внезапный выигрыш Напоминаю Весь чемпионат Родина Разгромно проигрывала И вдруг внезапно Последний матч чемпионата Она с неплохим счетом Выигрывает И обсуждается Не попытались ли подсластить Пилюлю перед выборами Как ты думаешь Если посмотреть на турнировую таблицу Мы выиграли у команды Динамо Казань Который А это что Совсем такая уж паршивенькая команда Она недалеко от нас находится Буквально через трусечку Она когда-то была одним из лидеров Но тоже финансирование изменилось Дело в том Что если бы Динамо Казань выиграла Проиграла Или сыграла в ничью Для нее в турнирном плане Ничего совершенно не менялось Она не поднялась бы выше И не опустилась бы ниже Поэтому для нее эта игра была Ничего не значащей Им не за что было биться Чемпионат кончился Мы уже не поднимемся Не опустимся Да ради бога Расслабились Конечно они расслабились То есть ни о каких договорных матчах Тут речь не есть Здесь нет смысла договариваться Всем все понятно Ну как бы Ребят вам приятно бы хоть одну игру выиграть Тем более Динамо Казань Родина Киров Команды такие соседние Пересекающие Очень много хоккеистов играли И там и там То есть ну понятно Соседние города Так сложилось Это так сложилось Это я бы не сказал Что договорные матчи Тем более Как это связано с выборами А ты порадовался Что выиграли Да нет конечно Господи Занимать последнее место С одной игрой Выигранной за сезон Чему тут радоваться Ну смешно же Знаешь Если говорить там О спорте Да О командных видах О командных видах спорта Я вспоминаю всегда слова Мауринию Что радоваться может только тот Кто занял первое место Все остальные проигравшие Вот на этом мы поставим точку В сегодняшней программе Особое мнение А высказывал его Николай Голиков Главный редактор журнала Товар день и товар Плохо закончилось Светлана Я слышал проигравшие Особые газеты Мы всем пожелаем выигрыша Нет Все конец Конечно Всем хорошего дня Всем хорошего дня Особое мнение На 101FM